Сегодня мы с вами побываем на выставке, которая называется «Голубая роза», и проходит она в музее Модерна в городе Самара. Эта выставка – собрание экспонатов произведения искусства из коллекции коллекционера и художника Валерия Александровича Дудакова. Сейчас вы видите вазу 1900-х годов Строгановского художественного училища. Вы видите, какие плавные текущие у нее линии. А эта скульптура выполнена из фарфора. Кажется, что каждый отпечаток пальца виден скульптора. Выполнил ее Серов в похищении Европы, тоже начало 20-го века работы. Какой прекрасный белый фарфор. Как будто эта статуэтка живая. По волнам уносит бык огромный Европу. А сейчас мы видим картину демон Врубеля. И обратите внимание, какие глаза у демона. Мне они напомнили глаза с фотографий портретов Григория Распутина. Что в этих глазах? Хочется угадать. О чем думает демон? Тоже работа Врубеля – неаполитанский занавес. Эскиз. Врубель выполнял многие театральные декорации. Обратите внимание, что Врубель написан латиницей. Это эскиз 1908 года. Движение «Голубая роза» – это движение в искусстве символистов, художников-символистов, скульпторов. Стремление «Голубая роза» – это символ стремления к чему-то прекрасному, к чему стремится душа. Но чего на самом деле не бывает, ведь «Голубой розы» на самом деле нет. Это волхова – тоже скульптура работы Врубеля Михаила. А это прекрасная глиняная ваза. Видите, как будто ожерелье из бусин больших на ней. Тоже плавные текущие линии. Это все особенности символизма и особенности художников-членов этого объединения «Голубая роза». А это тоже эскиз, скорее всего, к декорации. У него название «Девушки под дождем». Молнией сверкает, колесница летит, запряженная лошадьми. И девушки спрятались под зонтиком. А между ними стоит их наставница, пожилая дама. Вот такой эскиз какой-то театральной декорации. Работа Борисова-Мусатова. Стоит его автограф карандашом. Девушки, застегнутые грозой. Тоже начало 20 века работа. А это натюрморт с автопортретом. Попробуйте сразу увидеть автопортрет художника. Необычный натюрморт. Цветы на нем изображены. Может быть, это роза. Может быть, астра. Может быть, хризантемы. Все такие струящиеся на синем любимом фоне художников-объединения «Голубая роза». Этот синий цвет волшебный. И там в уголочке виден автопортрет. Небольшой рот, широкие брови, треугольный воротник. Он мне напомнил портрет поэта Михаила Кузьмина. Очень загадочный натюрморт. И очень прекрасный. Натюрморт с черепом. Тема совсем необычна. Мы видим в центре этой картины череп. Я бы сказала, даже зловещий. Его глазницы разного цвета. Одна черная, темная с зеленым, другая зеленая. Он как будто бы улыбается своим зубастым ртом. И вокруг, в разных ракурсах, портреты девушек. Очень необычные зеленые тени на их лицах. Лежит распахнутая книга. Может быть, это книга по анатомии. А может быть, это художественная литература. Блюдо с грушами. Очень необычная картина. А эта картина «Последний луч». Здесь нет никакой доминанта. Нет никаких персонажей, сюжета. Она прекрасна своими цветами. Таким разбавленным. Чернильным. Зеленым. И какое-то золотистое озеро. Автопортрет, который называется «В саду». Обратите внимание, все линии этого автопортрета как будто подернуты ветерочком. От ветра раздуваются листва на деревьях. Золотые и белые облака. И даже сам художник как будто колышется от ветра. А мазки такие небольшие в стиле художника Сюра. И эта картина одновременно как будто призрак. Как будто сейчас этим ветерочком ее развеет. И какие красивые цвета на ней. Как они прекрасно сочетаются. Картина Ларионова «Окно». Быстрый-быстрый набросок. Но как он здорово передает такое приятное настроение. Рядом с картиной Ларионова другая картина. Это пейзаж. В смешанной технике этот пейзаж выполнен гончаровой. Тоже такое какое-то акварельное, загадочное, таинственное настроение. А это прекрасная скульптура, выполненная из глины. Какие чудеса творят люди, художники из глины. Как будто эта фигура живая. Она небольшого размера, но она прекрасна. Женщина поправляет волосы. Это работа Матвеева. Называется «Сидящая». Этой работе сто лет уже. А это бал художника Сапунова. Огромный зал. Собрались гости. Зал с малахитовыми колоннами. С огромной прекрасной люстрой. Внизу танцующие пары. Дама какая-то то ли в экстазе, то ли в обмороке. По лестнице спускаются те, кто еще только приходит на бал. Горят множество свечей. Наверху играет оркестр. И показывает жестом дирижер, когда вступать. Прекрасный зал с колоннами. С высоким-высоким потолком. Чудесная картина. А это эскиз декорации. Ну как он прекрасно выполнен. Тоже любимые цвета. Голубые розы художников. Тут есть и золотистые, и зеленые оттенки. И, конечно же, присутствует синий и голубой. И как будто изнутри она светится бирюзовым цветом, эта картина. А вот жанровая картина «Карусель». Эта картина очень интересно разглядывать в подробностях. По центру как бы колесо обозрения, которые, видите, крутят люди, стоят. А здесь, уже на переднем плане, канатоходец. Справа коломбина, слева орликин. И еще одна балерина на канате танцует. Вот она полулежа на нем. Как черт из табакерки внизу из кустов выпрыгивает какой-то шут. Или, может быть, тоже орликин. Внизу шарманщик. Играет музыкант. И танцовщица с бубном. И смотрят зрители на все это происходящее. Очень интересная и красивая картина. А эта картина «Ночное празднество». Здесь на холсте она написана темперой. Вокруг дерева, украшенного вот такими яркими огнями, светящимися, танцуют, видите, какая-то группа, какой-то хоровод. И все они в таких белых-серых нарядах. Выезд Венеры. Это, конечно, эскиз к декорации. Древнегреческие колонны разрушены. Облака огромные. И дельфин выносит, вывозит ли на сцену Венеру. А перед ней небольшой такой амур. Интересная декорация. А здесь картины в испанском стиле, испанские мотивы передают. Это масло. Обратите внимание, какое лицо. Как будто это женщина-вампир. А сзади нее стоит служанка тоже с таким зловещим, достаточным лицом. Персонажи, можно сказать, тоже театральные. Может быть, это действительно какая-то пьеса о вампирах была. Это картина памяти Сапунова. Здесь Ирликин. А рядом с ним тоже известный персонаж. Вот такая дама с серпом. Очень красочная, интересная, яркая картина. Мне очень понравилась вот эта ваза Совы. Это скорее даже не ваза, а кашпо. Оно очень большого размера. И угадываются так неявно силуэты. Сов. Лианы какие-то. И ветви, и листья деревьев. Загадочно переплетающиеся. Как будто в каком-то вихре. А здесь я не совсем разобрала. Возможно, это рысь, а может быть, это олень. Олененок бежит в этом лесу. Таинственном, древнем лесу. Очень красивое кашпо. Эта картина поразила меня. Северная песня. Какие прекрасные образы женские на ней изображены. Девушки. Они одеты, как будто в свадебные венчальные наряды. А позади них и вокруг них трудно понять. То ли это зима. А может быть, это декорации театральные такие. Как будто облачка белые. Или позади них заснеженные деревья. А может быть, наоборот, цветущие. Как будто утопающие в цветах черемухи. Эти прекрасные девушки. И картина сама, даже не картина, а как будто это музыка. Звучащая. И можно услышать ее прекрасные мелодии. Как нежно она написана. И опять здесь есть такой бирюзовый цвет. Это картина-прогулка. Обратите внимание, какими мазками она написана. Вертикальными, сверху и вниз. И как в этом, в одном мазке, переходят разные цвета. И как это прекрасно все совмещается и сочетается. И женские силуэты. Осенняя песня «Ночь». Драматическая картина. Где я вижу битву между коршуном и совами. Здесь летят как будто и листья, и перья. И коршун сражается. А внизу уже поверженные совы. И цвета этой картины тоже драматичные. Здесь нет голубого цвета, но здесь очень много коричневого, охристого. Голубой фонтан-эскиз. Как будто слышно, как он журчит, этот фонтан. Как переливаются струи воды, слышно. Вот это уникальная картина. На ней очень необычная техника. Вот сейчас я поближе подойду. Как будто в краске такие оттиски какие-то выполнены. Может быть, кто-то знает, как делается такая техника. Но я с такой техникой впервые встретилась. Необычная картина. Необычные цвета у нее. Горный ручей. Нежные очень оттенки. Неявные, неяркие. Эта картина прекрасна. Видно, что она написана на холсте. Структуру холста видно. Сафо и Пегас. Это акварель. Но посмотрите, какая необычная она. Сафо прижимает к груди, скорее всего, лиру. Музыкальный инструмент. А сзади нее Пегас выходит. Какой он прекрасный. И обратите внимание, вокруг, как бы в скале или в траве, очень много знаков, символов. Как будто это цифры или буквы. Как будто художник нам передает какое-то послание тайное. Все буквально испечрино этими символами. Но какая красивая эта картина. Другая картина Мелиоти «Всадник». Ну, хотя она и называется «Всадник», а когда мы присмотримся, а на коне-то вскачет прекрасная дама в тюрбане и в прекрасном платье. Золотые облака, горы, ущелья, и бежит горная река среди ущелья. Подсвечник слон. Этот подсвечник очень большого размера. Сзади на фигуру слона как бы оплетают растения какие-то такие экзотические. Подсвечник на четыре свечи. Я посмотрела сверху, сделаны четыре отверстия. Уже кракелюр тронул этот подсвечник. И прекрасная ваза в виде птицы. Вообще и эта ваза, и подсвечник, они как будто созданы друг для друга. Как они хорошо вместе смотрятся. А эта картина тоже на синем фоне, лунная называется. Холст импера. Отражение луны в фонтане. Деревья, дымка синяя такая. Прекрасная картина и прекрасно передает это таинственное состояние. Полусна и полуяви. Картина Кузнецова-Ковровщицы. Того самого Кузнецова, который известен кузнецовским фарфором. Восточные девушки ткут ковер. Какие прекрасные цвета и сочетания желтого, синего, зеленого. Мне кажется, эта картина совершенно. Ее можно разглядывать и смотреть на нее часами. Как она прекрасна. Аскетичные лица. Девушки заняты работой. Интерьеры музея Модерна. Как прекрасно в них смотрятся эти произведения искусства эпохи Модерна. Еще раз пройдем по залам и вспомним картины и произведения искусства, которые представлены на этой выставке, которая пройдет до 24 января. Продолжение следует...